Время, а недавно в эти же дни Украина заявила о своей готовности вступить в НАТО. Скажите, пожалуйста, каким образом переговоры, возможные переговоры о вступлении Украины в НАТО могут повлиять на развитие отношений России и НАТО? Спасибо. Что касается расширения НАТО в целом, вы наше отношение к этому вопросу знаете, оно не меняется, но это совсем не значит, что Украина должна остаться в стороне от процессов, которые идут на пользу укрепления мира и безопасности в Европе и на земле в целом. Мы подробно не обсуждали с коллегами эту тему. Украина – суверенное государство и сама вправе выбирать путь обеспечения своей собственной безопасности. Но, скажем, участие в том совете, который мы создали сегодня, это нужно обсуждать с членами совета, с членами Североатлантического блока, с генеральным секретарём. Я считаю вполне возможным и, в принципе, не вижу здесь ничего особенного или нечто такого, что омрачало бы отношения между, могло бы омрачать отношения между Россией и Украиной. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение, а может быть, нам и в НАТО вступить? Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность. И, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. Чем СВО завершится? Не знаю! Знаю! Чем кончится? С НАТО! Война! Вы что, вы думаете, мы такие дебилы, что мы не понимаем, почему двигаетесь к нам, двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь? Ну давайте договоримся, ну вы что? В доктринальных документах НАТО Россия объявлена прямой угрозой. Против нас ведётся открытая, гибридная, как её ни назови, но это настоящая война с использованием всех доступных сил и средств. Кругом у нас базы поставлены. В подлёте 4 минуты до Москвы. И вы чего думаете? Что вы останетесь в живых? Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили. Это создаёт угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина специальной военной операции, одна из причин – это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Единственное, чего не допускает категорически НАТО – это возможности принять какую-то страну, уже обременённую войной. Ведь когда Путин заслал в Донбасс уголовные банды, которые захватили города, устроили террор, он же заслал их не только для того, чтобы воспламенить Донбасс. Ведь цель Путина была изначально совершенно иной. Он хотел, чтобы в одном из регионов Украины возникла бы война. И дело было даже не только в том, что ему нужна была война, кровь, гной и разрушение. Дело даже не в том, что ему нужна была дырка в границе и дырка в теле Украины, через которую потом можно будет вводить дивизии. И ему нужна была война, которая не допустила бы вхождения Украины в НАТО. Как относитесь к этой структуре Североатлантического альянса? Ну как, расширяется, не дружественно. Я обычный гражданин. Есть и есть. Параллельно. Нейтрально. Отрицательно. Почему? Что они вам сделали? Они наши враги. Как относитесь к ним, к этой организации? Дайте мне пулемёт, я разберусь. Нет, у меня нет враждебности. Я помню, что Россия собиралась вступать даже в НАТО. Как относитесь к ним, к НАТОвцам? Чудесно. У меня вообще врагов нет. Я знаю, что это вражеская аберриатура. Вообще положительно относитесь к тому, что Украина в НАТО может войти? Я думаю, да, если они хотят. Состоят в НАТО люди, которые всегда, Англия, Америка, они всегда были против России. Что они вам сделали? Что они вам лично сделали? Ничего не сделали, но они всегда приходили к тому с войной. Что вас волнует больше? Состояние наших дорог, состояние школ, больниц, муниципальных учреждений? Или же то, что к нашим границам всё ближе и ближе подходит НАТО, подступает? Ага. Конечно, в первую очередь НАТО. Друзья, всем привет. Сегодня мы с Татьяной решили выйти на улицу Красного Солена, чтобы спросить у людей, что их больше беспокоит? Разбитые дороги, отсутствие качественной медицины, зарплат пенсий, либо же приближение блока НАТО к нашим границам? Да, всё так. Так, да. А вот тебя что больше беспокоит? Конечно же, состояние нашего города. Да, не только нашего города, но и нашей страны. А НАТО нет, да? Нет. Слушай, ну меня, в принципе, тоже не волнует это НАТО. А меня, конечно, больше волнует состояние нашего города. Страшнее жить в таком? Да, да, да. Это хуже, чем НАТО. Это, да, страшнее. Ну, вот что думают люди по этому поводу? А давай пойдём и спросим. Давай пойдём и займ у красносулинцев. А вот мы интересуемся у красносулинцев, чем вы больше обеспокоены? Дорогами такими, которыми в состоянии, в таком ужасе находятся? Больницы наши, неотстроенные школы? Или то, что к нашим границам всё ближе и ближе подходит НАТО? Наверное, НАТО. Наверное, да. НАТО – это да. Это уж мы как-то привыкли жить. Да нет, дороги нормальные в центре. Такие они всю жизнь у нас в Калинии. Да нормальные, да. А тревожит вас больше НАТО, да? Больше беспокоит нас. Больно. Больно. Ну, я думаю, все, вот, вышеперечисленные ваши требования, не все нужны. Вообще беспокоит, да? И НАТО в том числе, да? И НАТО. Нет, вообще нет, не беспокоит НАТО. Не беспокоит нас. А что случится, если что-нибудь, что-то сделать? Что? Мы же не умрём. А вас? А что перейдём? Ну, беспокоит то, что мы видим, я скажу так. То есть, дороги я вижу, ну, они тревожат, а на счёт этого, ну, я надеюсь, что просто всё будет нормально. Угу. Ну, вот. Ну, в принципе, в первую очередь, да, это дороги, в первую очередь, потому что не пройти и не проехать. Угу. Там, ну, по-русски сказать, что старикам там прохода нет. Особенно инвалидам. Угу. На инвалидной коляске не проедешь, не пройдёшь, всё. Вас что больше беспокоит? В смысле? Что вам? Всё хорошо, да, у вас? Романтика. Романтика, да? Мне кажется, меня больше беспокоит то, что дорог нормальных нет. Угу. Вот. Мы, в общем, интересуемся у красносулинцев, что вас больше беспокоит? Дороги. Да, я очень знала просто. Что больше беспокоит? То, что к нашим границам ближе подступает НАТО, или дороги, состояние школ, больниц, зарплаты. Состояние дорог. Всё? Да, всё. Состояние дорог. То, что, ну, я понимаю, что финансы раньше, Москва как-то помогала, сейчас своими силами, сейчас везде частные. А вот то, что НАТО, да никуда она не подступит. Куда против нас-то, России? Конечно, в первую очередь НАТО. Это самое страшное. Ну, конечно, то, что у нас по городу, вот, желательно было бы. Я вот ремонтирую там центральную больницу нашу ЦРБ, но сказали, что поликлинику, поликлиническое отделение только ремонтируется. А стационар будет или нет, я вот, например, я не знаю, ни у кого не могу, кого не спрашиваю, как-то мне не отвечают так. Так, там особенно, вот, терапевтическое отделение, это настолько плохой стационар, настолько сарай самый настоящий. Он сколько лет, наверное, не ремонтировался. И думаю, неужели он останется, вот, стационар не отремонтированный. Вот это меня, так как я часто очень посещаю, вот это вот заведение, как бы, лечебное. И поэтому меня это очень волнует, и думаю, желательно было бы, чтобы его отремонтировали. Ну, вот, если брать стационар и НАТО, то, что пусть, по-вашему, лучше стационар таким останется, но НАТО не подойдет. Пусть, пусть стационар таким останется, но вот если НАТО, так нет, нет, не надо, не надо, НАТО. Пусть стационар будет такой, ладно. У нас на соцпоселке, вот, я, кстати, к вам еще обращалась на грызче, когда вы там что-то снимали. Вот, на соцпоселке Ростовская, 11, я все время просила, чтобы там фонарь повесили, столб стоит, и для того, чтобы этот фонарь... И сами видели, что там и площадка детская заражена. Вот, ну, меня, допустим, меня вот волнует состояние нашего города. Состояние нашего города, да? Да, да, потому что, ну, здесь, как говорится, мы выросли, и для нас это... Хотелось бы, чтобы было лучше. Лучше было бы, да, да. Ну, а к нам не подступят, мы победим, да. НАТОвские войска на своих камерах здесь не проедут. Да куда они, вон, в первую яму и пизд***. Поэтому, да, вот, сохраним все ямы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok